Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я буду готовить бельгийское фермерское пиво, которое называется Сейзон. Это элевое пиво, которое изначально варили в Болонии, франкоговорящей части Бельгии. Про запас. А для того, чтобы употреблять его потом, во время сезона работы в полях. Изначально пиво было слабоалкогольным, чтобы можно было пить его, освежаться и при этом оставаться в рабочем состоянии. Но, конечно, существовали и более крепкие виды сейзонов, и они подавались в тавернах. Наиболее известный современный сейзон выпускает пивоварня Дюпо, которая впервые сварила его в 20-х годах прошлого века. Изначально это было деревенское пиво, которое варили из тех ингредиентов, которые можно было достать на местных фермах. Короче, из того, что там было. И сегодня я буду готовить современный сейзон из ингредиентов, которые удалось найти мне в пивоваренных магазинах. Для варки этого пива я буду использовать пять видов солода, два вида хмеля. Из специальных добавок я буду использовать молотый кориандр и дрожжи специально для сейзона. Но перед началом варки я попрошу вас поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. В этой варке у нас будет одна температурная пауза и Мэш Аут. Температурная пауза 60 минут на 68 градусов и Мэш Аут 10-15 минут при 78 градусах. Субтитры сделал DimaTorzok Мы налили воду, настроили пивоварню, засыпали в нее солод. Теперь мы ждем Мэш Аут. Не забывайте помешивать зато каждые 20 минут. Мэш Аут делайте аккуратно, не торопясь. Смывайте все сахара. Торопиться некуда. Если у вас сделан хороший помол, у вас и так будет хорошо проходить Мэш Аут. И за 10-15 минут вы уложитесь. После Мэш Аута у нас будет кипячение в течении одного часа. Охмелять сусло я буду во время кипячения. Первый раз сразу как оно закипит. А второй раз за 5 минут до окончания кипячения. Также за 5 минут я брошу молотый кориандр. Но в этот раз я не буду использовать таблетки Веркулок. Это таблетки ирландского мха. И мох тоже не буду использовать. Потому что последние несколько варок мы делали без нее. Без таблетки, без мха. И получалось отлично. Мы также как и с этими таблетками отстаивали сусло после охлаждения в течении одного часа. Если раньше я думала, что это заслуга таблеток или ирландского мха, то сейчас я поняла, что нам помогало именно то, что после охлаждения мы отстаивали сусло в течении одного часа. Еще одно открытие, которое мы сделали в последних варках, это то, что кориандр мы теперь молим. Раньше мы его давили. Именно, вы знаете, с чеснокодавилкой. Есть, конечно, такая ступка, и в ней все его давят. Я просто смотрела, что нужно именно его давить, мять, а не молоть. И раньше мы вот это вот очень долго делали. Время занимало это много. Последний раз я молола на специальной мельничке. Это очень быстро. И мы делали так бланш. Получилось намного ароматнее, чем с давленным кориандром. Поэтому в этот раз я тоже буду его молоть. А вы используете таблетки или ирландский мох? Расскажите о своем опыте. Мне интересно, неужели все сначала ими пользуются, а потом для себя открывают то, что можно сусло отстаивать и все. И потом перестает их покупать. И скажите, вы молите кориандр или вы его давите, вот как я делала там? Ответы напишите под этим видео. Я вам обязательно тоже отвечу после того, как их почитаю. Интересно, делитесь опытом. Ответы напишите под этим видео. Кипячение практически завершилось. И сейчас мы побежим охлаждать сусло. Кстати, чем быстрее мы охладим сусло, тем пиво будет более ароматное и менее горькое. Охлаждать мы будем сусло до 26-28 градусов. Сусло практически слилось. Для этого пива я буду использовать вот такие вот дрожжи. Mangrove Jack. Называются они French Saison. И сбрасывать пиво я буду при температуре 26-32 градуса в течение 11 дней. Далее мы разольем пиво по бутылкам. И оно должно постоять еще 2 недельки. Хотя бы. И в этот раз я буду брожать пиво в белом ферментаре, в таком дедре специальном, а не в ЦКТ. Потому что ЦКТ мы решили приберечь для чего-нибудь другого. Такая большая температура брожения обусловлена тем, что так написано на упаковке. И дрожжи могут просто не завестись. Я читала про эти дрожжи в интернете. Люди писали, что если сильнее охладить, могут и не заводиться они. Поэтому 26 это минимальная температура, до которой вам нужно охладить сусло перед тем, как всыпать дрожжи. Вот и все. Всем спасибо за внимание. Желаю вам вкусного пива и хороших легких варок. Всем пока. Нет, надо наоборот. Все. Спасибо.